Это один из самых ярких представителей крымско-татарской культуры. Он был не только живописцем известным, но и очень известным вокалистом. Он был художник и известный исполнитель крымско-татарских народных песен и известных арий из опер. В частности, из оперы Чайковского Евгения Онегина он исполнял арию Ленского. И друзья-поклонники художника назвали его татарским Лемешевым. А в течение почти всю свою жизнь его называли лирик-мемет в кругу близких. Это был очень честный, порядочный, интеллигентный, мягкий человек. Он хорошо знал мировую литературу и часами мог читать любимого Александра Сергеевича Пушкина. В 1928 году поступил в студию академика живописи Николая Семеновича Самокиша. Он оказался после 1944-1945 года в Кайракуме, город Кайракум, Таджикистан. И несмотря на очень большие сложности, трудности, он стал писать, рисовать, участвовать на выставках. И в 1962 году его приняли в Союз художников СССР. Пейзаж был известен как живописец уже в Средней Азии, в период депортации. Основным жанром, любимым жанром становится пейзаж. Пейзаж настроения, лирический пейзаж. И вот в этом как раз жанре, в этой разновидности пейзажа, он наиболее полно проявляет вот эту вот утонченность, вот это гармоническое сочетание, очень тонкое сочетание цвета, вот эту вот воздушность, красоту и восторг от окружающей природы. Он находил красоту в самом простом, может быть, незначительном таком. И вот это вот его отличало от других художников. Он не стремился к каким-то таким эффектам очень броским, чтобы сразу привлечь внимание зрителей. И вот это знание и любовь к поэзии, к музыке, конечно, способствовало тому, что он был признан как очень тонкий колорист, и работы его отмечались. И вот в тот период, когда он учился в студии Самокиши, он посещал учителя по вокалу. Ему поставили голос драматический тенор. В 1930 году его пригласили в радиокомитет крымско-татарский. Туда же была приглашена Сабрие Эраджепова, где они в течение многих лет исполняли самые лучшие произведения крымско-татарской, можно сказать, народной классики. И Ария Изопер. Ария Изопер исполнял Мемет Апселянов. Это были известные певцы, вокалисты. И в 1934 году они поженились. Мемет Апселянов стал вторым мужем, очень талантливой, любимой народом певицы Сабрие Эраджеповой. И в основном в довоенный период он писал такие произведения, где как бы выражалось его отношение, его видение жизни простых людей, рабочих, людей трудящихся и так далее. Умение понять родную природу, суметь ее выразить, этот особенный свет, освещение, яркость красок. И вот эта любовь и искренность. Эта вот искренность, она вообще характерна для крымско-татарских художников, как в прикладном, декоративно-прикладном искусстве, так и в изобразительном искусстве, то есть в живописи, графике.